Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 в общем сейчас дойдем до биржевой площади и туда свернем вниз пойдем на варварку как-то так села сейчас здесь здесь и сейчас людей которые занимаются уборки на улице это специально для тех кто пытается убедить всех что москва грязный город блин пока я бла-бла-бла у меня сигарелла потухла так я сегодня одна со мной спутница моя коллега в общем мы решили сделать променад ну и здесь обнесли все начинает гостиного двора там тоже обнесли она красный сегодня какой-то концерт я даже не знаю какой может быть что-то с футболом связано не знаю google вам помощь как говорится так вот фонтан на биржевой сейчас я немного разверну чтобы не солнце не поймать матрицей вот этот фонтан ночью светится разными тут этими переливами ё-моё так они и тут обнесли либо от этой от этой города пойдем но я все равно попаду чтобы я бы да не попала дорогу что вы вот эти люди в оранжево-синих костюмах всегда в москве всегда и в снег и в дождь и и в ветер очень много колокольчиков которые очень люблю в общем луга здесь построены таким образом здесь живут дикие то есть это высажены дикие природные виды растений я вот смотрю земляника цветет земляничка кругом цветет красавица я дальше я вижу васильки ну туда лезть там наверняка клещи будут я просто повернута на клещах честно говоря я боюсь вот все васильках все васильках просто чудо и это центр москвы с ума сойти тут уже целые лежанки устраивали в васильках ой какие васильки это же колокольчики в общем как вы можете видеть тут кругом колокольчики красота конечно неописуемо с одной стороны холм а на самом деле здесь гастрономический рай так идем дальше в общем здесь забияка которым все ломятся сфоткать я особо не буду тут господи труба то еще рабочая оказывается он впереди там видите вы видите я думаю вот что мне нравится чего здесь только нет только вот эти мусорки мне не нравятся они мне в кадр попали вот эти мусорки ладно сейчас найду более выгодное положение и сниму есть такой лекарственный вид этого растения сейчас я подойду немножко покажу здесь могут вам приготовить любую кухню любой так сказать народности бывшего СССР а наверху там где нет купола стеклянной крыши там все засажены наверху ух ты ну в общем вот здесь такие лук а это вот эта желтенькая ой васильки с ума сойти ромашки васильки просто обалдеть как же мне это все нравится такая ностальгия сразу по деревне ну вот там красные сами митцы все это родные и близкие до боли и знакомые вот забыла как называются вот эти вот растения белые и фиолетовые так здесь у нас споведное посольство по-моему здесь ледяная пещера находится в темное время суток здесь все подсветка такая ну красиво футуристический дизайн неплохо вписывается значит почти преодолели вот лестницу а вот здесь Да, здесь такой, а, все, вспомнила, здесь как бы внизу находится, как сказать, оранжерея, и какие-то опытные станции, что-то там для детей там, а вон кровохлебка, но она уже тоже почти отсвела. Весной вот эти вот все склоны прямо, ну как сказать, пламенели, если можно так выразиться, от желтизны, здесь цвела калужница, но очень красиво. Блин, неохота мне мои лакированные ботинки пачкать, не придется. Что не сделаешь ради своих любимых зрителей. Виды здесь очень красивые, в том числе, с той стороны, сейчас солнце светит, внизу там находится дворовая, сейчас покажу, с ее жемчужей, церквами и английским двором. Вот он виднеется, дальше я уже не поведу, там еще один храм, но там солнце. Покажу в другом ракурсе. Ну вот, собственно говоря, вот видите, с этой стороны холм, вот там храмы, а вот с этой стороны, видите, здесь медиа-центр. Вот мы сейчас практически стоим на крыше медиа-центра. Так что здесь никакие не просто насыпи, а все сделано достаточно красиво, разумно. А вот там, сейчас постараюсь отойти подальше, чтобы было удобнее, это знаменитая, жемчужина Москвы, храм Никола в Кадашах. Какая там красота, вы даже, вот кто не был, не видел, вы даже представить не можете. Я сейчас попробую приблизить. Там такие белые, вот, 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 сейчас я показываю их. Они как кружева, и вот так вот весь храм. Его сейчас отреставрировали. А при Лужкове его хотели снести, вообще вот эту Слободу Кадашевскую, очень сильно, конечно, варварски стребили. Ну, а все под торговые центры, ну, сами понимаете, близость к Кремлю, все дорого. Вот, английское посольство, старое английское посольство. Так, сейчас сниму камеру здесь. Ну вот, я, насколько смогла, приблизила. Я как-нибудь туда схожу. Красота просто неописуемая. Заросли Васильков. В центре Москвы. Так, значит, здесь мы тоже все посмотрели. Теперь мы идем вон туда, под хрустальную кору. Я надеюсь, я тут все, все там не полечу. На лестнице на этой. Лестница жесть, сразу предупреждаю. Прекрасная варварка. Отреставрированные храмы. Некоторые еще реставрируют до сих пор. У меня есть видео, я даже не помню, как можно. Может быть, в 12-м или 13-м году я снимала варварку. Я могу точно Вас заверить. Не верится, проверите. Улица была просто в ужасном состоянии. Как и многие, как и многие улицы Москвы. Мне больше нравятся отреставрированные улицы. Просто на них приятно, удобно, приятно. Потому что это было жалкое зрелище. Во-первых, сами объекты культурного значения были в плачевном состоянии. Пахнет. Да, пахнет, я тебе говорю. Сегодня просто ветер. А тогда особо ветра не было. И как бы была вот такая преддождливая погода. А перед дождем всегда пахнут растения. Ой, какой здесь был запах. Я отсюда уйти. Я просто пьяная отсюда ушла от запахов. А это калужница, которая отцвела. Но когда она отцвела, она в болотах цветет. Я как-то вот, честно говоря, я как-то вообще ее и за цветом не считала. Ну, а так сорняк какой-то цветет. Когда я вот на дачу приезжаю, там в болоте у нас рядом озеро. И там такой ручеек. И даже есть там ключи. Ну, так называемые крыницы. А тут даже воду берут. Любители. Весной там очень много всяких вот этих растений цветет. Ну, да, точно, я же говорю, не пускают. Ну, я-то пути не знаю. Ну, да ладно, не обо мне сегодня. Идем мы под эту кору. Да, преодолеть эту лестницу придется. Я однажды туда залезала. Однажды. Да, кстати, вот лестница. О, пардон. Вот танцпол. Импровизированная сцена, так сказать. Летняя. На которой вот симфонический оркестр играл. На которой проходят всякие мероприятия. Типа акапелла фестиваля. В общем. А вот на этом лужке там все лежат. В жаркую погоду. Просто после дождей земля-то сами понимаете. Холодная. Мокрая. В общем, желающих нет. Ну, собственно говоря, я преодолела эту жуткую лестницу, которую я просто жутко не люблю. Что здесь? Объясняю. Здесь, ну, как бы создана такая экосистема, при которой, ну, по крайней мере, как заявлено, да. Зимой здесь не холодно. А потом, тут какие-то в крышу встроены кластеры. Здесь само все поливает, само все окучивает, удобряет и все такое прочее. На травке можно лежать круглый год. Здесь даже зимой не холодно. В общем, там какие-то цветошки, рододендеры отцвевшие. Вот один засох, жалко. Либо они так отцветают. Не знаю, у меня на даче не так. Ну, в общем, я не буду тут лазить, ходить. Честно говоря, потому что здесь, сами видите, какая... Какое здесь... Ну, не земля, а покрытие. А у меня обувь. Дорогая. В общем, как-то так. Сейчас туда подойду, покажу, что там. Ну, здесь какие-то, типа, аренджерии, какие-то цветы там высажу. Вот они еще там в палетах стоят. В общем, что-то тут... Движняк какой-то идет. В общем, так. Но самое главное, что здесь тепло круглый год. И если вдруг зимой вы замерзли, бегите к заряде под хрустальную кору. И все. Ложитесь на земельку и спите. Вот как-то так. Травка здесь зачетная. Мне нравится. Нет, вы знаете, летом здесь нормально спускаться. Я поднималась сюда первый раз, это была зима. Ну, не знаю почему, но мне просто жутко не понравилась эта лестница. Она мне показалась какой-то ужасной. Но сейчас вроде нет. Нормально. Ложная тревога. В общем, там дальше солнышко. Я выключаю камеру. Обзор не могу дать. Ну, вот если только с этой стороны. Сижу, балдею. Ну, в общем, как я уже объяснялась, они имеют двойное назначение. Значит, по ним можно гулять. И внизу находятся какие-то объекты. Футуристические. Как вы уже убедились, здесь все в стиле футуризма. Так, по поводу березок. Вот, как видите, нормальные здесь березки. Никакие не зачахлые. Ну, какие-то растения. Вот я видела типа шиповника. Вот такой вот не шиповник, а природный вид розы. Некоторые тут как бы грубками такие посадили в некоторых местах. Ну, вот видела в одном месте. Там очень много пожелтевших. Какие-нибудь другие посадят. Нормально. Основная масса тут прижилась. Ну, сами понимаете, что с годами здесь будет просто все впуститься, колоситься. Это нечто будет. Парк-то молодой. Ну, вот. Мне здесь очень нравится. Очень. Он просторный. Здесь очень много места для отдыха. Просто посидеть. Потому что в Александровском парке там столько людей и столько мало лавочек. Ну, просто посидеть невозможно. А здесь можно. Сколько хочешь сидеть. И где хочешь причем. В любом конце парка. Да, вот там дальше, ближе к паркингу, где въезд в паркинг. Там гамаки есть. Можно в гамаках полежать. Там всякие снаряды. Я не знаю, пойду ли я туда. Может быть, даже пойду. Честно говоря, хочу вам показать место, где будут съемочные, как сказать, студии. Такие импровизированные студии для трансляции чемпионата мира. Ну, просто хочу вам показать, не знаю, дойду или не дойду, но видно будет. В общем, поленилась эти, там, где гамаки, там все такое. Я даже сегодня не пошла на парящий мост. Да сколько уже можно ходить? Честно говоря, хочу пиво. Сейчас иду в Камчатку. Ну, боюсь, что там будет, конечно, так. Там что, уже не пускают? Да, не пускают. Значит, все идут сюда. Боюсь, что там будет просто оврал полный, потому что туда и немцы, и англичане все доходят. Ну, раньше их не в таких объемах было, как сейчас. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Кстати, а ведь это раскопки тоже, как бы. В заряде ведь. Тут каждый камушек старинный и древний. Ой, как я люблю всякие эти раскопки. Никогда не забуду, как я в Пскове волей и судеб. В общем, попала я на раскопки в Пскове. Ну, я вам скажу, это ни с чем не сравнимое вообще впечатление, когда ты на настоящих раскопках. На подлинных. Там века, например, десятого что-нибудь там откапывают. Так, здесь еще не достроен киноконцертный зал. А вот крыша, вот, узнаете крышу? Вот это и есть хрустальная кора. Просто с той стороны, где была эта ужасная, но теперь она уже не ужасная, в моем понимании, лестница. Значит, с той стороны. А здесь строится киноконцертный зал. Вот так. Так что все здесь задумано очень так, интересно задумано, с умом сделано. Все очень так емко, он очень емкий. Так, в общем, выход здесь сейчас только один. Я не знаю, остался ли там вход, но судя по тому, что... Это вот там. Вот там я входила. Судя по тому, что никого не вижу, уже, по-моему, сюда вообще не пускают. Так, да, это гостиничный многофункциональный комплекс гостиничный с апартаментами. Ну вот, вот так он будет выглядеть. Вот его там строят. Так, китайская стена. Ну, в общем, иду опять... А, как я уже сказала, иду я в Камчатку. Так, дорогие мои, что могу сказать? Сейчас на улицах услышать русскую речь, так сказать, руссо-туристу, это просто... считайте, что вам повезло. Ну, просто иностранщины. Ну, это вот там вот, там какая-то бляжуха. В общем, беснования. Фанатов идут. Оле-оле, короче, Россия вперед. Они говорят, каждый с ней у страны. Все равно у всех сей, Россия вперед. Вот, просто... Спасибо. 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 Движуха Что мне нравится в последние годы в центре Москвы, то что появились аптеки, всякие мини-маркеты Потому что раньше это было засилие бутиков, просто засилие бутиков Не знаю как кому, но мне это жутко не нравится Так, кстати, обращаю внимание, да, немножко тут висит, ветром вздул Но все помойки будут битком забиты, вот она еще там вдалеке Но мусор валяться не будет Да, вот бутиковники, да, для свиньи Ну так, чтобы московские улицы были обпаленные Но это просто новость, не верьте, не верьте А пошла, чтобы не ломать съемку Сама люблю снимать и ненавижу Когда какая-нибудь курица, блин, прется и камеру загораживает Когда можно спокойно обойти Согласитесь? Это всегда бесит Да, вот обратите внимание, еще вот там побойка, здесь тройка Да, она битком, но мусора на улице нет Кое-где бычки Ну это есть люди, невоспитанные, есть Ну вообще в Москве не принято сорить, не принято Блин, там народу дофига, что будешь полтора часа этот бокал ждать Там в такие, в такое время, все время и немцы, и англичан Туда хрен носил, потому что там пиво классное Ну и там футболик там всякий показывают А сейчас Может быть это не самая лучшая идея, что я сюда поперлась Надо лучше было пойти в такие места, которые иностранцы уж точно не знают И вряд ли когда-нибудь узнают Ну в общем, как-то так Что-то тут опять обнесли Сдолбали, блин Господи, они уже и тут Стоит только по минуте Лихо Лихо Субтитры создавал DimaTorzok Да, дорогие мои, если вы сейчас услышите русскую речь в центре Москвы, то это буду я. Латинусы и иракцы. Завтра же, по-моему, наши с Ираком играют первый матч. Вот как-то так. Курю пока. Свои сигарелы. Министерство транспорта, кому интересно. Ну, это детский мир. Здесь это просто жесть. Я говорю, если вы услышите русскую речь, это буду я. Ну и моя скутница. Министерство транспорта. Министерство транспорта. Министерство транспорта. Так, вот, наверное. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...